Лучшего подарка для юных спортсменов сложно представить. В понедельник на территории седьмой спортшколы открыли новую современную спортивную площадку. Здесь установили ворота для игры в футбол, баскетбольные кольца, уложили прорезиненное покрытие для удобства спортсменов. Все это обошлось в 1 миллион 300 тысяч рублей. Средства из бюджета города и наказов избирателей областной и городской думы. Руководство школы обратилось и мы поддержали это решение. Это очень здорово, что во дворе спортивной школы появится такой хороший уличный комплекс, где дети могут круглогодично заниматься общей физической подготовкой. Спортшкола номер 7 в этом году отпраздновала полвека со дня своего основания. В настоящее время в одном небольшом здании тренируются и готовятся покорять спортивные вершины спортсмены нескольких федераций. Бокса, греко-римской борьбы, каратэ, тэквондо и ушу. В тесноте да не в обиде, но потребность в своей уличной площадке для занятий у спортшколы возникла давно. Очень много ребят хочет заниматься боксом и греко-римской борьбой, а помещение нашей школы, потому что спортивная школа была создана на базе начальной школы, к сожалению, не позволяет предоставить возможность всем желающим заниматься. Поэтому всегда нам были необходимы площади дополнительные. И вот эта идея использовать задний двор школы для постройки вот этой вот площадки, которая бы смогла разгрузить и какие-то элементы тренировок перенести с залов крытых на свежий воздух. Вот эта идея витала давно и благодаря юбилею помощи депутатам городской думы областной, администрации города Иваново мы в этом году смогли это реализовать. Первыми опробовали новую площадку сами воспитанники спортшколы. Провели на ней открытую тренировку по боксу в рамках проекта «Чемпион 37». К слову о массовом спорте, в будущем площадка может стать отличным подарком не только для юных спортсменов, но и для жителей ближайших домов. Уже у нас был разговор со старшими по домам, вот кто вот здесь живут. То есть свободная тренировка, время, выходные. Мы всегда готовы принять ребят, которые живут в этом районе. Площадка и спортсмены остались довольны. Теперь планируют ее развивать. Уже готовятся установить освещение, чтобы у тренировок на свежем воздухе не было временных ограничений. Наталья Югутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.